Это вчера, ну вечером. Это двойной взрыв. Самоходная артиллерийская. Они подвалы Простюпает пробивать. Вчера бетонобойная. Это как? Она первый взрыв. Пробивает бетон, второй взрыв взрыв Смотри, какие острые. Вот это вот восьмидесятка маленькая. Маленькая, а побольше. Это сто двадцатая, о которой они говорят. Это запрещенная. А вот это вот восьмидесятка. Вот разница. Донецка Вот наглядный пример. Не надо далеко ходить, скажем так. Но это происходит постоянно. Таких мин здесь можно найти множество специалистов. Камера, смайпера. Все вот на этих двух близнецах. Дальше у них там пункт наблюдения. Слева мечеть. Вот два минорета виднеются. Сейчас там кто-то сидит? Да, сидит. Сто процентов где-то там сидит. Алдан сидит. Его слышно по связи. На данный момент обстрелы ведутся постоянно. Днем обычно они менее активны, чем вечером. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, у них комендантский час начинается в одиннадцать часов и тогда можно спокойно передвигать технику. Когда комендантский час начинается, резко увеличивается количество обстрелов и применяется более тяжелая артиллерия. Это 120-е мины, танки, артиллерия 125-го, 152-го калибра. Чаще всего ночью они начали применять фосфорные мины, которые дают подсветку. Так называемые люстры, как мы их называем. Это происходит практически каждую ночь. Помимо этого, постоянные группы сепаратистов подходят к нашим позициям и прощупывают их расположение. Вполне возможно, что они хотят нащупать слабые места для того, чтобы попытаться повторить удар на Марьинку. Это происходит каждую ночь. Они используют постоянно 120-е минометы. Я показывал результаты их выстрелов. Их здесь полно. Также артиллерия используется. Их 125-я, иногда 152-я. Это точно на 100%. Вы видели остатки. Помимо этого, время от времени используются грады. Но, слава Богу, они пролетают мимо нас. Немножко дальше работают. Мы частенько слышим в радиоперехватах голоса с явными московскими акцентами, с акцентами, скажем так, людей, как принято говорить, кавказской национальности. А также очень часто с акцентами азиатскими. Это вполне возможно, как говорит наша разведка, приехали люди из Сибири, Алтая. Охотники-снайпера, которые выдвигаются сейчас на нашей позиции. Работают они не с тем, что мы уже давно знаем СВД. Они работают с винтовками калибра 12,7 мм. На большую дальность. Настроение у нас у всех боевое. Да, тяжело, но это война. Эта война, мы знаем, за что мы воюем. Мы не хотим, чтобы наши родные, близкие, наши друзья увидели у себя дома то, что вы можете увидеть здесь. Все вот эти разрушения. И все, кто здесь находится, понимают это. Мы смотрим также и телевидение, которое, как мы называем Сепар-ТВ. На данный момент они рассказывают о том, что они взяли Пески 10 раз, как они пришли, отбили позиции. Это все, мягко говоря, вранье. Помимо этого, мы очень часто со своих позиций наблюдаем, как сепаратисты ночью начинают с одной своей позиции обстрел Донецка. Для того, чтобы потом сказать, что это делали украфашисты. Это факты. И, видя своими глазами то, что происходит на самом деле, затем, смотря телевидение Донецкой Народной Республики, привет Захарченко и всем остальным пропагандистам, которые ему пишут тексты. Плохие из вас, господа шпичрайтеры. Вас бы на передовую посмотреть, как по вашим же лупят. И чаще всего сепаратисты с одних позиций направляют свой огонь именно в жилые кварталы, тем самым провоцируя местное население на мысль о том, что это делают ССУ. Таким образом, они поступают очень часто. Особенно перед приездом ОБСЕ. ОБСЕ для того, чтобы показать наблюдателям якобы работу ССУ. Вот это реальные факты. Это могут подтвердить здесь многие. Все, кто находится в Песках и видят это передовой своими глазами. Оно же не видно, потому что вот наши позиции буквально... Ну, я понял. Рядом их. И они, особенно по ночам, начинают вот сюда вот, в сторону той же мечети, где два минарета. Туда вот дальше, где жилые кварталы. И они это делают втихоря. То есть они начинают обстрел в нашу сторону. Наши дают ответку. И они под это начинают поливать своих же. То есть они устраивают специально эту провокацию для того, чтобы... Особенно потом вызывают ОБСЕ. Смотрите, это вот украфашисты сделали.